Заходите в эфир, ребята, пожалуйста, представьтесь и скажите свое слово. Да, да, мы вас слушаем. Тот человек, который объявляет, что типа все армяне плохие или не доверяете всем армянам. Кто такое сказал? Слушай, я тебе скажу так. Мои все братья сейчас воюют на Украине, это раз. Я не говорю, что все армяне плохие. Извиняйся, ребят. В Украине есть армянский батальон. Послушайте меня. Нет, послушайте меня, так разговор не пойдет. Парень, я вас попросила, заходите в эфир, я вас сейчас включу, микрофон. Представьтесь, пожалуйста, я поняла, что вы армянин. Как вас зовут, как вам обращаться? Скажите, пожалуйста, свое имя. Откройте микрофон, я включила. Не здрасте, не до свидания. Заходите, у вас какие-то претензии. Откройте, я вам открыла микрофон. Нажмите на микрофон, парень армянин. Или хотите... Вас как зовут? Тема, понимаешь, меня зовут. Вы не усл... Артем, послушайте меня. У вас другой темы нету? Послушайте меня. Когда за... Если вы хотите... Секунду, не то... Артем! Артем, послушайте меня. Вы, я так понимаю, находитесь в Украине, да? Да, я находитесь в Украине. Вы находитесь в Украине. Ну, если вы в Украине, то я нахожусь в Азербайджане. И объясню вам ситуацию, почему у нас нету сегодня других разговоров, как про Армению. Наверное, так же, как и в Украине живущих людей, нету другой темы, как кроме России. Так же само и у нас, живущих здесь, нету другой темы, как с нашими горе-соседями армянами. Потому что армянская сторона... Извините, я договорю, вы скажете по очереди. Потому что у нас сегодня идет опять постоянно периодическое обострение с армянской стороной. С какой стороны обострение пошло? Обострение идет в разных направлениях, периодически. Абострение идет с 20 стороны. И там, и тут. Значит, азербайджанской стороне делать какие-то агрессии сегодня невыгодно. Потому что азербайджанская сторона уже за 44 дня взяла свои территории. И ожидает сегодня, как армянская сторона будет выводить свои войска из остальных территорий. То есть азербайджану сегодня никак не выгодно что-то агрессировать. Потому что азербайджан свое слово уже сказал. Сегодня претензии идут со стороны армян. Агрессия идет армян. Потому что они кричат о реванше. Они чем-то недовольны. Они не исполняют договоренности, подписанные в 2020 году. Если хотите, откройте микрофон. То есть, Артем, не надо говорить, что азербайджан... Говорю, скажите, что Турция, а не Азербайджан. Что Турция? Блин, если бы не Турция, что бы вы сделали бы? А, то есть вы хотите сказать, что у нас 11 миллионов, а у вас 2 миллиона. Если бы не Россия, что бы ты сделал, что бы вы сделали бы, да? Если бы не Россия. Я хочу сказать Артему впоследок. Артем, насчет Турции даже не заикайтесь. Турция свое слово сказала, что если третье лицо со стороны Армении вмешается в этот конфликт, например, Россия или Иран, как вы просили всех, или кто-то еще, только тогда Турция зайдет сюда, чтобы помогать Азербайджану. Вот и все. А сейчас говорить о Турции, пожалуйста, не превозносите свою армянскую сторону, как супер-бэтмены-герои, потому что это смешно. У вас всего 2 миллиона, у вас нету ни экономики, ни оружия, ни техники военной, просто ничего. Стоит Азербайджан 11 миллионный, нефтяной, газовый, военная техника, военное оборудование, экономика, газ в Европу поставляет, помогает всем там гуманитарно, кому может, и тут такие прям армяне, супер-бэтмены в 2 миллиона, и прямо Азербайджан 11 миллион не может прям победить, и тут прям зовут Турцию. Айлахан, а наш друг здесь хорошо сказал, что, а если бы не было России, что бы вы могли ваше сделать? Россия для вас создала страну. Все правильно, Гардашин. Они что, забыли про псковский десант, да, как приехали в псковский десант? То есть он до сих пор жив, рассказывает про все, вот как они приехали, как они там стреляли.